аль покрутить пожалуйста вот наша шикарная платьичка с басочкой он какая красотища так значит мы начинаем шить юбку трикотажную облегающую мы еще не знаем точно либо будем делать с баской либо нет потому что точно мы вот даже вот это все полотно мы занимаем на юбку а здесь у нас идет баска если ты таки захочешь но давай развернем посмотрим у нас вроде какой-то рисунок и перед тем как кроить трикотаж мы с вами проверяем как у нас он тянется вот смотри от края я беру где-то сантиметров 15 и вот так растягиваю и в эту сторону тоже сантиметров 15 и тяну нам нужно посмотреть что больше в какую сторону тянется это первое что ну а второе обязательно порядке смотреть что у нас с рисунком что если мы хотим свой рост еще чуть больше удлинить просто всем хочется быть выше стране то лучше наверное вот так ставить но даже если мы его поставим вот так тоже ничего плохого не будет а как ты снимаешь то есть вот так поэтому я для этого и проверяю растяжение и так и так она одинаково в общем то растягивается поэтому можем по стандарту братью вот так вот крыль что мы делаем в принципе тут даже особо под какой-то рисунок подстраиваться можно даже вообще не подстраиваться правда вот мы опять же вот так устаканиваем нашу укладываем так нашу ткань чтобы она лежала у нас без перекосов чтобы она лежала так без перекосов чтобы она так нигде не тянуло нам не обязательно нам не обязательно вот здесь уравнивать нижнюю или верхнюю часть мы с тобой на маечку здесь хватит вместо басочки да хватит может костюмчик и тогда тоже поэтому сейчас мы раскрыли нашу юбочку сейчас все решим да просто здесь маечка да тут кто-то что в общем платья такой шло кроп-топ так бы и платьица с рукавчиком хорошая ширина такая больше метра пятидесяти такое впечатление здесь был метр после стирки девяносто всем то нет я же про ширину можем даже вот сейчас вот так ну 75 ну просто обычно даже меньше метра пятидесяти там сто сорок пять сто сорок вот я и выложила видишь нет ни одного перекоса вот такого косого то есть вот эти вот части мы не совмещаем то есть как выложиться здесь не нашла здесь перешла и потом делаем такое движение руками подтягиваем к краю стола нам нужен прямой угол фактически здесь в обязательном порядке можно сюда подтягивать а можно только вот к этой части и начинаем укладывать нашу выкройку в общем-то для юбки трикотажная нам вообще нужна одна четвертая вот это у нас сгиб ткани выкройки сгиб это полка это передняя и задняя половинка может быть вот и что мы дальше потом делаем мы берем прямой угол и от стола наводим прямой угол от стола просматриваем где у нас тут закончилась нижняя ткань вот так да и берем вот так вот проводим вот стола не от ткани нет кромки видишь она закрывает она еще и закручивается от стола и наводим вот такую вот линию очень сложно будет здесь рисовать поэтому в обязательном порядке нужно будет вот так вот там где рисуешь там и придавливаешь иначе оно все полезет, потащится друг за дружкой лучше попало я забыла у меня забыла дома у меня есть маркер самый исчезающий на ткани я не доверяйте маркерам потому что они могут оставлять какие нибудь а если попробовать а потом я не рекомендую только мылом помните мы с вами рисуем только на коже сам шелех а мыло может быть у него многоцветия оно на белом будет видно? ну сейчас же видно? да ну вот это мне через камеру не видно ага ну главное чтобы нам было здесь видно смотри и вот теперь вот отсюда ставим прямой угол это мы делаем от кромочки да? да ну в общем то здесь можно вверх не наводить прямой угол нет чего надо мне на самом деле я иногда перестраховываюсь даю вам 10 сантиметров припуск на низ но у нас с тобой 66 сантиметров давай мы отойдем максимум 5 сантиметров а зачем 10 сантиметров припуск? ну бывает такое что вы хотите где-то делать в районе 45-55 длину а когда мы добавляем 10 сантиметров почему-то оказывается что вам больше нравится идет по длине длина хорошо что 10 сантиметров да да 55-65 как раз просто многократно мы уже на это дело вот так попадали поэтому ну когда первое изделие вообще шьется вне зависимости ну как бы солнце полусолнце там очень простые модели по большому счету то там ну как бы эти длинные особо не отрабатываются тем более у нас она в пол была длина вот и мы вот так с тобой кладем так берем вот эту линеечку и вот так вот намечаем 5 сантиметров вот и проводим вот эту линию которую мы сейчас будем с тобой прикладывать видишь как я еще раз рисую это будет низ правильно? да это будет низ давай ты сейчас вот попробуешь остальную линию сама сейчас прочертить может значит да подожди чтобы проверить так мы вот эту нашу выкройку кладем теперь к вот этой вот прямой линии а здесь у нас должен быть припуск 0,7 да? 0,7 то есть 7 миллиметров вот и к наведенному прямому углу мы вот так вот ставим нашу выкройку и зажимаем и зажимаем линейками и обводим лучше даже вот эту ну можно и ту и ту просто это сейчас удобнее будет ну вот например зажали да? и теперь берем наше мыло и сначала бегом делаем вот такие стопарики чтобы вдруг мы случайно не сместили выкройку да? видишь я прижимаю и рисую очень плохо рисую здесь оно тянется мыло за трикотажем оно моментально растягивается вот так да? а теперь дальше обводим ее и потом берем маленькую линейку сейчас тебе нам вот она здесь лежит какую-нибудь вот такую вот 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 нет? нет? здесь вот маленькие все ну вот это вот очень даже будет хорошо видишь вот я думаю зачем мне девочки ее принесли потом я поняла что оно очень ценное здесь 0,5 а когда ты рисуешь от нее у тебя будет ровно 0,7 вот так вот ставишь это рядом да? да вот так вот ставишь и вот так вот рисуешь вот так мылом у тебя уже 0,7 получается там погрешность идет вот 0,7 видишь? потому что мыло имеет тоже утолщение вот ты когда так рисуешь у тебя ровно 0,7 ну вот здесь 0,7 ты по вогнутой линии делаешь а здесь то ровная ну давай мы сразу же проведем припуск 0,7 здесь то ровно мы сводили сейчас с тобой бог зачем нам там сейчас вот таким пунктиром делать и как-то там а ничего что оно прям вот мы сейчас по этому краю ну вот ничего у нас же припуск 0,7 ну ничего там особо не надо вот и мы сейчас с тобой обводим и дальше шьем вот я сейчас тебя вот так вот наведу все хорошо и теперь дальше здесь обводишь вот так пунктиром да вот таким придерживаешь рисуешь и от нее вот так вот только лучше с той стороны к самой выкрики 0 ставишь а потом здесь вот так 0,7 рисуешь вот так вот так вот таким пунктирчиком хорошо? угу давай давай вот мы с тобой очень хорошо навели вот здесь очень хорошие припуски вот здесь вот сейчас видно вот прям идеальные по 0,7 теперь нам нужно осталось только здесь с тобой пунктир сгиба передней или задней половинки сделать и отзеркалить я приведу вот такой вот пунктир вот это есть линия сгиба вот да и я рекомендую вам ее вот сюда вот чуть пониже тоже вот так вот провести да чтоб вам легче было и вот здесь вот эту линию с припуском довести вот так оп мы же по ней будем резать правда нам же надо ее вот а теперь очень аккуратно снимаем вот эти вот линейки и вот так вот кладем но кладите не к началу линии потому что вы уже увеличиваете выкрику на 1-2 миллиметра а к не к этой стороне линии а вот к этой стороне линии правда вы тогда еще точнее делаете вашу линейку да у вас даже плюсом 1 миллиметр идёт линейка ну почему я тогда тошно об этом рассказываю потому что иногда особенно в костюмно-платинном ассортименте это очень важно просто чтобы вы видели вот эти вот все линии как они ложатся как они ложатся и как они это самое ну в общем вот если так пошагово будете по видео идти то тогда все будет замечательно опять же как я говорила делаем вот такие вот стопарики да пауза ты сейчас задаешь вопрос а можно ли вместе складывать ткани оно у нас уже вместе сложено больше не надо ни в коем случае никогда потому что идет погрешность кроя вы тогда будете вносить изменения в выкройку а оно не совсем будет ну правильные изменения придутся погрешности никогда вот два сложения ткани больше не стоит вот мы сделали с тобой вот легкий пунктир и вот здесь сейчас тоже по 0,7 сделаем вот эти вот припуски и все я туда с этой стороны с этой стороны да что мы теперь делаем очень аккуратно убираем наши линейки не сдвигая ткань ни в коем случае а лучше даже вот смотри у нас есть возможность можно сразу в принципе то и наметить наш пояс да можно конечно его и здесь наметить пока ткань не сдвинулась вообще его конечно потом намечаем ладно не будем пока намечать не будем сейчас мы с тобой примем решение чего и как мы там будем делать берем с тобой вот так вот эти вот булавочки и очень аккуратно накалываем параллельно низу видишь как я я смотри вонзаю иголку чиркаю стол а потом как будто я себя колю но не колю да а лучше даже сейчас мы сразу же будем сострачивать тогда вот так вот смотри мы вкалываем да вот так но чтоб вот это сама булавочка на миллиметр до линии не доходила и мы сразу же на булавочка с тобой будем обметывать вот чиркаем стол колем но не колем себя здесь на миллиметр не до до конца не декалываем вот так потому что здесь мы пойдет уже ножик самого верлака можешь в холостую сейчас пока вот так заколоть чтоб оно не сдвинулось смотри что я делаю вниз вверх бока ну вот эти вот части здесь у нас обязательно должна быть надсечка середины переда да вот то есть верха все быстренько мы посерединке где-нибудь в районе бока возьми в общий вид непонятно сейчас будет да вот здесь то есть внизу посерединке верха бок ну через каждые там тридцать двадцать сантиметров вот чтобы оно зафиксировалось и никуда не убегало вот а теперь более детально давай накалывать желательно вот так через каждые там два-три сантиметра боковые да вот тут уже ничего не надо накалывать вот боковые по два-три сантиметра мы с тобой вырезаем и сразу на верлок хорошо окей и берем вот так ручку чуть-чуть приподнимаем и начинаем вырезать и потом пойдем на оверлок да смотрите чтобы вот этот припуск не падал вниз а вы его придерживаете этот сейчас припуск который там у нас заворачивался сейчас я покажу как его выкладывать ну вот так все по кругу по кругу мы вырезаем сейчас я покажу в обязательном порядке мы делаем с вами видишь вот это сюда оставляем да в обязательном порядке делаем здесь надсечку два-три миллиметрика да а вот здесь вот вот так вот выправляем вот мы же по верхней с тобой делали вот сейчас вот это срежем сложно конечно но можно срезать просто плавниваем вот эти вот припуски вот она просто заворачивается сама ткань и кажется что что-то там все давай дальше мы поставили другие нитки да завязали их узелками если что смотрите еще раз видео на ютубе потом смотри ну обычно включаем так что-то у нас не включается дальше ага и что мы делаем мы теперь вот это вот берем где ниточки где иголки и вот так вот протягиваем здесь выпадает таким образом нитка аккуратненько протягиваем вот чтобы другой цвет пришел да запутанная тут плохая намотка давай катушку другую там есть а давай сейчас подожди сейчас я посмотрю это четыре одинаковые из одного места походу это подделка идеала очень сейчас я тебе покажу смотри на белом очень хорошо видно посмотри пушится и она разной ширины везде видишь где-то зацепки какие-то это не идеаловская нитка это подделка но это нитка которую Таня в прошлый раз а где вы где вы это в полосе не знаю у них обычно хороший идеал не знаю может такая партия была смотри вот так а здесь помогаем вот так видишь и протаскиваем это нижнюю да да нижнюю протащили и обрезали под корень выбросили сюда все берем пинцет и пинцетом вот так вот вставляем ну эти самые пинцетом прямо в иголочке оп ага ну лучше пинцетом потому что руками будет очень сложно ну все как обычно делаем как мы на южках на платьях делаем еще раз просто снимаем потому что вы уже чуть подзабыли давно не работали на верлоке все опускаем лапку еще раз проговариваю что когда вот такое движение делаете вверх смотрите что вы тут нитки не перепутали они не выпадали не повыпадали из пазов потому что вы можете натяжение крутить крутить а у вас просто элементарно тут не провалилась ниточка понимаешь и все вы не можете понять что случилось с верлоком да холостой под все хорошо и теперь проверяем нашу ткань мы должны ее сложить лицом к лицу ну как вот мы сейчас будем с тобой обметывать так мы это все и будем делать да желательно срез к срезу положить заодно ты сейчас вспомнишь оверлок потренируешься сейчас покажу как на булавках обметывать вот да в стык кладем да и смотрим сейчас на качество строчки может надо будет что-то поднять может не надо сейчас посмотрим помните да и там и там оставляем по 5 ну вообще великолепно ой что-то тут пропустила так вот переплетение ровно на ребре на ребре но что-то по-моему сильно редкое наверное Маша что-то вот так вот троечка чтобы здесь стояла лучше чтобы была троечка возьми сейчас ножницами обрежь и еще потренируйся хорошо другие кусочки не бери хорошо ну тут без разницы сверху вниз или снизу вверх да вот поставили вот на булавках подняли повыше повыше возьми вот так рукой зашли подняли опять же напоминаю внимательно смотрите как вы вытаскиваете руку да вплотную к ножу поставили можно аккуратненько вонзить вот эти иголочки а это уже смотри если она плохо вытаскивается приподнимаешь так лапку и достаешь вот здесь мы сейчас будем собирать твои булавки да будем подходить к булавкам их убирать поэтому лучше не строчить на всякий случай если ты не успеваешь для этого мы и не докалывали на один миллиметр чтобы они не дай бог не попали в ножик потому что ножик от этого портится его надо затачивать или там менять или еще что-то делать и просто вплотную вот так идешь и все подходишь убираешь да только ничего не тянем хорошо подходишь убираем великолепно тут вообще все очень хорошо слипается ткань очень хорошо все обметывается видишь вытащилась поднимаешь расслабляешь оно обратно становится великолепно все класс да все давай дорогая вот смотрите как красиво все обмотано класс сейчас мы делаем примерку вот эти вот уберем они нам будут мешать можно не заправлять да и вот смотри у нас наколото у нас наколото у нас наколото да вот наколото мы сейчас сделали пример у нас нужно аж по вот столько забирать видишь много не видно а ты больше размер возьми вот боковой аж какой это верх это низ да теперь что мы делаем мы берем стволы выворачиваем вот вот ага аккуратненько выворачиваем вот так вот только аккуратно чтобы оно ничего не слетело и теперь с двух сторон давай вот эти булавочки наметим вот они как заколоты и мы вот так вот выворачиваем и вот так вот прижимаем палец к булавке вот так намечаем переносим вот оп а потом их будем убирать с лица эти булавки и выведем линию потом окаты бедра и внесем все изменения в выкройку вот для данного трикотажа с такой степенью растяжимости это будет идеальная выкройка хорошо поняла давай паузу так да и вот теперь мы с тобой смотрим вот эти линии что я предпочитаю делать я предпочитаю вот так вот вот я точку вижу вот тут что-то ничего не вижу значит может откололось ну в общем смотри иногда нужно эти линии усреднять например здесь более апокатистая линия а здесь больше как-то забирается скорее всего что если вот это были проколы вот от края вот смотри здесь 3 а здесь от края 2 и 7 где-то мы можем усреднять вот эти вот линии 3 и 2 и 7 это значит где-то по 2 и 9 там примерно ну вот на миллиметрик можем там добавить например да здесь то же самое ну лучше это делать ну лучше это делать сразу накалывая на булавках давай мы сейчас наколем булавки хорошо а потом сейчас будем делать вот эту всю коррекцию вот так вот а что мы наколем конкретно вот так вот накалываем одну сторону и мы потом две стороны сразу будем обрезать вот это чтобы не смещалось да это чтобы оно никуда не сместилось и наши линии никуда не слетели хорошо вот так вот все пауза стоп давай оба будут вот смотри как мы и собирались вот мы до накололи только тут до низа надо наколоть до низа потому что я же буду до низа сейчас линию заужать ну точно ну хотя бы вот через 5-10 сантиметров ее вот так и обязательно все это дело рисуйте только на столе только так здесь я сейчас поусредняю но вот тут мне очень нравится линия сантиметра плавная опять напротив вот этой вот и мне кажется там еще сам по себе с республики получился 273 и два с половиной это 2 и 7 теперь здесь смотрим сколько у нас есть напротив здесь тоже сейчас проверим тут три с половиной а здесь у нас считаю что это 2 из 7 и здесь чуть-чуть усреднять можете на калькуляторе то все просчитывать так здесь тоже здесь два с половиной значит еще два миллиметра и давай теперь верхнюю верхняя у нас здесь здесь и берем вот этот наш дачок линейку пачок снимать сзади и вот так вот вернее даже не сзади а напротив этой линии как я буду снимать сейчас просто усредняем соединяем бывает под линейку а бывает нет бывает настолько индивидуальная линия что невозможно сделать под линейку не очень-то выкладывается хотя смотрится очень плавненько это же самое убирай все булавки и накалывай так же как али все сделаем и вот эти шесточки проведем мне еще кажется что вот этот бочок сам по себе круглее вышел чем вот тот изначальный да да получилось почему-то так да это видимо из-за припуска в обрезанных поэтому я думаю что это более соответствует наши выклики чем-то страна но тем не менее мы сейчас вместе это все сможем может быть перекосилась здесь вот эта часть чуть-чуть подожди пока вам пока просто вводим линию вот сейчас по крайним точкам ее навожу вот она книзу насколько идет заужение дополнительное а здесь либо от руки либо под вот эту линейку мы начинаем плавнить здесь должны быть хорошие очень плавные линии чем плавнее линия тем лучше потому что у тебя фигура очень красивая с очень красивыми нежными плавными линиями почему не должны быть какие-то некрасивые здесь сейчас на наши юбки всегда проверяем линию вот так смотрим хорошая линия отлично теперь я предлагаю сложить вот эти два куска вот так вот вместе вверх сверху вот смотри мы укладываем четко срез к срезу вот эту волну мы с тобой убираем вот так вот и сейчас мы с тобой фиксируем вот так вот и вот здесь мы вот теперь все четыре слоя вот так вот фиксируем все четыре слоя и вот так вот фиксируем булавками можно частично отсюда позабирать булавки и мы от этой линии сейчас ровно на 0,7 будем срезать все но перед тем как срезать лишний припуск мы с тобой его внесем сейчас в выкрытку вот это можно теперь убрать тоже можно убрать значит мы сейчас будем тут просто почаще главное чтобы вот эти припуски здесь одинаково были вот это сейчас сюда все перекалывай и с той стороны откалывай булавки хорошо значит смотри мы кладем вот так вот нашу выкройку например вот чтобы она вот тут на 0,7 отверху вот так было на 0,7 отверху и берем нашу вот эту линеечку и уже меряем вот и меряем от припуска вот тут сейчас ровно 2,2 значит и здесь я должна с тобой забрать 2,2 вот вот теперь вот от этой линии ну через каждые 2,3 сантиметра будем 2,1 2,1 да ну тут видишь какая то линия кривенькая получилась ну что мы сейчас все с тобой устаканим 2,2 у меня просто основные параметры сейчас заснять здесь 2,5 просто передвигая здесь линейку чтобы ее проще было давай теперь вот эту вот точку 2,5 вот аж это 2,1 а здесь прямая фактически вот отсюда идет здесь я просто могу перепроверить себя вот тут 2,5 и внизу мы тут в самом низу видишь 3 ну нет от края припуска до линии да и здесь тоже 3 теперь мы ее убираем и здесь полноценно выводим берем нашу линейку и вот здесь видишь все очень хорошо поровненько легло я до конца педра сейчас не делаю потому что здесь свой собственный окан педра сейчас попробуем его поймать вот мы его уже и поймали видишь по точкам здесь вот что-то мне тут не нравилось потому что там скривился припуск а так вот ну хорошо отлично а теперь вот эту вот линию вот так плавно выводим вот сюда на самом деле у женщин не бедро самое выпуклое чаще всего бывает а ушки которые чуть чуть ниже бедра бывают чаще в 99 процентах случаев поэтому ваш собственный окат бедра должен быть здесь да с минусовыми там прибавками все режем и здесь режем вот эту линию покажи вот здесь вот нет нет большой возьми смотри я вот протаскиваю а только после этого беру вставлю вот тут же у нас ровная линия вот так вот длинную линию и на 07 ее сразу провожу потому что нельзя там пунктиром лучше пускай чтобы она ровная вот такая вот линия была 07 1 пунктирчиком как мы с тобой и это самое вот все теперь это срезаем идем опять на вилок и срезаем нашу выкройку если сейчас все окей то тогда мы с тобой ну все у нас отлично приступаем к поясу смотри мы должны все 4 слоя отколоть здесь можно в руках если чувствительность есть в руках то ну можно и так если не боишься не боишься вот да а это потом просто ну хочешь можно и эту сейчас сразу же вот она лежит ровненько давай ее сразу же тоже начнем фиксировать вот так потому что ткань очень едущая на самом деле очень рыхленькая с ней на самом деле сложновастенько работать видишь видишь сейчас подожди я посмотрю вот и вот так давай давай и наверно вот смотри мы сейчас с тобой померили у нас все хорошо и мы теперь начинаем подкраивать наш пояс да что мы делаем мы ставим вот так на ребро и промеряем вот это вот расстояние которое вот здесь вот двадцать восемь и три мы промерили по волну знаете у нас получается с тобой двадцать восемь и три да или давай еще раз перепримерим сколько зато сколько перед то четырнадцати три где-то четырнадцати два должно быть восемь и шесть на расстоянии семь миллиметров от края вот так ну вот с восемь и пять там например да итого это получается четырнадцати три как мы с тобой сейчас вот делали одна и вторая сторона значит можно цельный пояс сделать а можно из двух кусочков по боковым делать однозначно с одной из сторон будет шов чтобы мы могли туда ставить нашу молнию значит вот резинку да резинку да извини вот и вот здесь чтобы нам поэкономнее было вот смотри вот у нас двадцать восемь с половиной да мы сейчас попытаемся зайти вот в эти два кусочка которые здесь ну вот два кусочка вот так чтобы можно было раскрыть так значит что мы делаем сначала мы измеряем высоту нашей резинки вот она считает что две целых девять десятых но почти три сантиметра вот три сантиметра ровно мы обязательно должны сделать чуть-чуть шире наш пояс не ровно три сантиметра а почему а где-то три два три с половиной где-то вот так а потому что если резинка будет внутри упираться в ткань у нее не будет свободы она начнет вот так складываться особенно вот эта недорогая она все время будет перекручиваться складываться еще что-то поэтому даем хоть чуть-чуть сантиметра это восемь целых четыре десятых это нам нужно на один пояс сейчас посмотрим что у нас на половинку да? да да вот так вот смотри ну грубо говоря восемь с половиной давай сделаем вот восемь с половиной это у нас один пояс да? и восемь с половиной вот у нас другой смотри мы у нас все очень хорошо проходит и получается просто великолепно вот оп и давай дальше наметим вот тут вот тоже вот здесь восемь с половинкой видишь оно все закручивается так вот закручиваю вот так вот восемь с половинкой и вот так вот тоже восемь с половинкой и вот сейчас так вот соединяем вот эти вот мы проводим вот с тобой вот такие вот прямые линии и вот так вот сейчас вот два мы сейчас сделаем два кусочка муж экономим ткань вот сюда покажи в общей нас с тобой как ты хочешь скорее всего и маечка и басочка все таки должна у нас она получится так и в общем два куска по 28 с половиной плюс припуски по 07 28 с половиной плюс грубо говоря полтора это получается как раз 30 значит вот эти два куска по 30 сантиметров соединим проведем то же самому девочки с вами будем делать на ваших юбках все то же самое все теперь вырезаешь вот эти два куска мы их сострачиваем с одной стороны полностью с другой не полностью чтобы тащить резинку складываем вместе и притачиваем поясу потом мире всовываем туда резинку и уточняем точно нашу длину и все что мы делаем мы берем вот так протягиваем день и где иголки вот так тянем протягиваем и где иголки вот здесь обрезаем вот это вот мы поднимаем лапку вот это тоже вот место что вот здесь помогаем пройти проверяем что она там не должна быть по заправлению смотрите все надо перезаправлять полностью и теперь дальше разъединили ниточки и вот так вот протянули теперь делаем холостой уход опустили конечно на кусочки проверить вообще качество сейчас пришли вроде тут нужно быть все хорошо просто прошлый раз ты по-моему да саша вчера решила было ничего так даже несмотря на то что булавки смотря поставила притык к ножу и теперь дальше я строчу подхожу убираю а булавки наколоты видишь как мы накалывали на миллиметр где-то не дохожу до края все великолепно здесь данном случае можно вот так вот так вот протянуть обрезать протянули можно корень обрезать а вторую сторону чтобы нам легче было с тобой ну протаскивать потом резинку вот так накалываем только мы будем кусочками там отметы сейчас покажу как так вот смотри мы перегибаем вот так вот и можем принципе наметить линька какой-нибудь вот так вот и мы должны оверлоком вот здесь на сантиметр не дойти а вот здесь тоже два сантиметра перья вот вот этот кусочек и потом дальше даже если у нас не сразу получается ровно выходить в бок то мы с тобой можем вручную потом подснять эту линию сейчас то что я сейчас тебе и покажу вышло как сразу к тому же очень сильно крутится вот у тебя сейчас оставлю кусочек очень сильно крутится очень удобно здесь сильно много не обрезайте потому что я сейчас до этого места вот так возьму вот как мы распарываем оверлок я сейчас его просто подсниму захотел не туда куда вылез все он стал распарывать с той стороны вытащился ну дубль два то будет понятно как делать если что видео там смотрим где я под вот тут вот вот эти первые две строчки вы когда их распала распарываете где сам стежки вот именно как прямо строчные машинки и потом он вот так все до убирается очень легко там есть отдельное видео просто здесь на черном как-то не очень видно там прямо увеличивали специально там делали либо вот так сразу вот опять смотрим где мы хотели вот тут хотя бы два два с половиной сантиметре к вот так вот просто надо небольшой кусок тянуть а вот так вот по чуть-чуть по два по три стежка от силы видишь вот эту вот линию вот ну строчечку вот эту вот вот так вот оп и вот здесь тоже мы эту берем подтягиваем и вот так вот да вот а потом мы сейчас их завяжем между собой там три-четыре раза и между тканями заправим сейчас тоже то все заснимем вот а теперь спокойно мы вторую часть сейчас обметываем и все вот от этой точки хорошо сейчас нам главное чтобы когда мы перегибали вот это вот дырочка не была видна с лица вот и все вот здесь можно под корень уже обрезать когда подтягиваете а ну ну пускай будет так не самый лучший вариант что он так заворачиваем точно не будут с лица видно вот этих белых штучек да а эту можете просто сейчас даже ничего не завязывая просто мы ее протаскиваем вот тут по тканям сейчас покажем как вот это можно уже обрезать а вот это нет то есть вот эти два кончика мы сейчас заправим хорошо паузу мы должны взять взять с тобой иголку с большим толстым ушком ну хотя бы вот с таким может даже где-то может найдем и с большим да ну как обычно берем вот так можно между тканями можно под оверлоком чтобы тканями можете не протащить вот под ниточками верлока два-три сантиметра спокойненько вот так протаскиваете да и все вот вот это ну все затянуло и протянуло все теперь подожди теперь вот так вот накалываем вот наша дырочка видишь она даже не видно но еще там хорошо так все закладает это изнанка будет и теперь мы берем с тобой воно и все лавочки и по кругу все скалываем в одну сторону отгибаем вот эти вот припуски обметанные так и вот так закалываешь вот так вот по кругу по кругу соединяешь один срез с другим срезом по кругу а потом сейчас будем присоединять к нашей юбке к верху да вот тоже самое вот это ну вот давай хорошо все пауза смотри мы теперь кладем да шов ко шву и находим центры на нашем поясе вот так и делаем маленькие вот такие ну даже с одной стороны на цельчики вот такие с одной стороны и с другой стороны и мы сейчас находим наши центры на юбке вот и все сейчас мы все поставим то есть будешь строчить перед пришиванием к юбке не надо вот видишь наши надсечки есть мы сейчас берем с тобой и ставим смотри находим где у нас вот этого дырочка наша то мы поставим к телу нам сейчас тут все равно у нас хорошо сидит юбка и спереди и сзади давай тогда по рисункам посмотрим вот так рисунок чтобы сзади потемнее было чтобы не вытирать попой или там и там светлый вот тут больше темного сзади давай вот эту заднюю часть как раз ты вот тут будешь сидеть вот это задняя часть вот я к себе и так ее кладу вот это задняя сторона а вот это передняя обычно шовчик у нас делается с левой стороны значит вот это ну где у нас молния резинка будет да вот тут слева вот значит у тебя вот эта дырочка будет слева и ты будешь знать что тебе надо будет именно вот так прикладываем и по кругу сейчас будем обметывать на верлоке вот а это все вот так будет и начинаем вот так подставлять совмещаем все центры и накалывая булавками то есть мы не одну часть пристрачиваем на все три среза да все все три среза да 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 там совершенно по-другому костюм на плате на ассортимент смотри я чтоб еще легче было верлку обметывать мы один на одну сторону другой на другую сторону ставим припуск так туда сюда и накалываем а старайся накалывать так чтоб тоже на один миллиметр до конца ты не доходила да сейчас я тебя вот так вот переверну Чтобы нам легче было с тобой сейчас второй бок находим так более большой объем смотри чтоб нигде у нас не перекрутилось вот это вот все второй бочок То же самое. Если тут уже в эту сторону наколоты припуски, то мы с этой стороны накалываем. Мы еще перед второй примеркой с тобой возьмем и приутюжим боковой. Чуть-чуть подрастянулся, когда мы обметывали на верлоке. Ну, просто вот сама линия растянула. Мы ее просто приутюжим и все покажу. Вот. И восстановим. Вот. И теперь вот эту надсечку с этой надсечкой. Вот. Но только ты помнишь, что у нас где-то вот так, да? У нас вот это стало заворачиваться. Можно, конечно, обрезать, а можно не обрезать. Ну, на верлоку приплюжится. Ну, я тоже думаю, что... Ну, вообще лучше, конечно, обрезать, но ладно уж. Так. Уравниваешь здесь срезы. И вот так вот на миллиметр. И все по кругу накалывай, накалывай. Еще там вот центр с центром. И идем на верлок. Только у тебя должны булавки быть только вот с этой стороны, да? Вот. Когда ставишь... Убираешь предыдущую. Или, например, там без булавки сейчас идти. Эту же булавку зажала и ее уже вот так вот поставила. Оп. Да? Давай-давай-давай. И пойдем обметывать. Вот. Начинаем строчить. Только начинайте строчить не с бокового. Да. А где-то на 5-10 сантиметров до него. Ну, чтобы вот на этом уплотнении не становиться. И вот так поставили ножик, да? Убрали вот эту вот булавочку. Положили ее обратно. И без натяжения, без всего остального начинаем просто строчить. Просто смотрим, чтобы край был вплотную к ножику. И все. Больше нам ничего не надо. Да-да-да. Вот вплотную к ножику. Смотри, чтобы она не попадала в ножик. Видишь, как я делаю? Тоже очень удобное движение. Это убираем, чтобы она в иголки не попала. Здесь надо помочь пройти. Бывает нормально проходит, а бывает оно не может никак зайти, начинает ткань растягивать, очень мелкую строчку делать. То есть, помогает вообще. Практически мне не пришлось помочь, помогать, потому что очень тоненькая ткань, очень хорошо берется. Бывает он еще, когда сильно плотный трикотаж. Бывает даже пропуски делать. Потом мы коррекцию делаем. Короче говоря, еще раз откалываем, еще раз просто пристрачиваем. Ну где-то там есть, или нет? У кого-то где-то такое было. Вот, ну вот и вот давай. Никуда не спешим. Тише едем, дальше будем. Подошли. Вот этот мы обрезаем. И делаем переход, и все. Круговой. Как мы в юбке полусолнца с тобой делаем. Так. А потом, смотри, я сейчас вот так. Раз, два. Пришли сантиметра два км. Все. Вот это вот сгоняем. И этот кусочек заправляем ну, под волокнами вот тут с изнанки. И вот так все. О, великолепно. Смотри, как все тянется. Великолепно. Поправишься, тоже все будет хорошо. Вот, все. Это готово. Теперь сейчас мы приступаем к резинке. Смотри, какая красота. Даже посередине у тебя чего-то там. А, она, это спинка. Вот это перед. Это уже ничего. А сзади, вот, посередине эта штучка получилась. Ну, великолепно. Сейчас все будет готово. Пол. Меня показывает. Вот, смотри, мы взяли сейчас вот эту сантиметровую, ну, вот эту резинку. И я на тебе вот так по комфортности смотрела, сколько нам нужно. Вот то, что мы вот так по комфортности оставили. И вот здесь по два с половиной сантиметра припуски. Все. Мы это теперь, ну, только на тебе это все делаем. Теперь берем, оставляем вот эту вот булавку. Можно даже вот так. И через вот эту дырочку протаскиваем по кругу. Вот так вот. В общем, протаскиваем, вытаскиваем в другую сторону. Вот эту паузу. Смотри, мы все вытащили. Проверяем, чтобы здесь она у нас лежала по ровной. Видишь, вот тут мы ее сейчас выправляем. Ну, вот, чтобы она совсем все по ровной лежала, нигде ничего не переворачивалось. Все. А теперь мы с тобой вот так вот убираем вот эту вот булавочку. Сейчас я ее обратно сюда заколю, чтобы она не потерялась там. И берем теперь вот эти два края, которые не перекрутились. Закалываем их булавочками. Вот так, ровно вровень. И идем сейчас строчить на машинке. Идем строчить на два с половиной сантиметра. Зачем так много? А я тебе изначально закладывала столько. Знаешь, почему? Потому что на всякий случай она бывает растрепывается. Может, тебе надо будет выпустить буквально. Вот ты говоришь, боже, ну это как-то мне неудобно. Все-таки может быть это самое. Смотри, вот здесь строчим, а здесь либо зигзагом можно ее вот так вот сейчас. Или на верлоке. Короче, здесь прострочишь один раз, второй раз, три раза на одном месте. А вот этот кончик на верлоке прострочишь, чтобы он не обтрепывался. Хорошо? Все, сейчас меряем. Вот мы прострочили и обметали. Вот эти концы, либо специально короткие мы их оставим, мы их вообще их оставим. Не под корень, чтобы оно распускалось. А можно было больше вправить там с двух сторон, если хотите вообще суперчистоту. Либо вот так оставьте. Ну вот и все, я с тобой. Можно и вправить. Смотри, вот все. Все, наша юбочка с тобой готова. Нет, еще низ осталось. Ну низ еще, конечно. Вот смотри, вот наша резиночка есть. Все, теперь одеваем, я на тебе закалываю длину. Все. Смотри, мы сейчас сначала, перед тем, как мерить все-таки, давай приутюжим наш боковой. Потому что в общем-то там особо ничего плохого с ним не происходило. Ну, я видела, что он немножечко подрастянулся на тебе. Я сейчас тебе покажу, как сутюжить. Потому что бывает, оверлок, ну, сильный нажим лапки, его надо корректировать. Ну, вы не всегда знаете, не всегда нужно это делать, не всегда это может там получиться. Хотя вот так, я даже вообще не могу сказать, что оно растянуто. Я сейчас сажусь. Ага. Мебец, не что я еще делаю. Нет, садитесь, садитесь на берегу. Садись, садись. Так. Видишь, вот я положила вот так ровненько. Не растягивая, а наоборот, как на стяжку даже. Вот эти вот все движения. Потому что бывает более рыхлый трикотаж, более плотный. И он вообще так сильно растягивается. Его надо в обязательном порядке сутюживать. В данном случае можно и просто паром. Вот я просто парком его разберу. И только в обязательном порядке, после вот этого приутюживания с паром, нам нужно будет с тобой фиксировать локтем. Чтобы он приутюживался. И та сутюжка, которую мы якобы здесь планируем, видишь, чуть-чуть раз, оно как растягивается. Не допуская таких моментов. Вот. Мы должны остудить и зафиксировать форму. Вот. Видишь, все, вот эта часть теперь фиксируется. И я думаю, что после стирки, по идее, вообще никогда не должна быть ничего утюживать. Все. На этом утюжка должна вся закончиться на этой юбке. Ну, только может быть, если утюжим перед нами сшивалкой или все. Если что, есть видео на ютубе там, ну, как подшивать вручную. Я думаю, что мы сейчас с тобой будем работать именно на сшивалке, не будем вручивать сшивалки. Сейчас вот оно, да, фиксируется и остынет. Один боковой, потом вторую, и все. И мы не будем его мерять. Вторая сторона, смотри, я к ней выкладываю. Я специально ее кладу так, что... Как тесто раскатывается. Ну, наверное. Зато, конечно, надо как-то припосадить, понимаешь? Поэтому я вот его... А его начинаешь тянуть, он начинает хуже ложиться. Да, такими вот странными движениями. Досушивайте. Потому что вот он сейчас мышка только красит. Досушить. В общем-то можно было ничего не учужить, но мне казалось, что вот надо было тебе чуть-чуть. Ну, надо, надо. Сейчас у девочки... Вдруг, в следующий раз как-то. А потом никогда не будешь это делать. Нет, я имею в виду, что вдруг у вас другая какая-то ткань. Да, ну да, чтобы вы знали, как с этим работать. Потому что лучше оверлок просто так не перенастраивать. Ни нажимы лапок, ничего. Потом вы об этом забываете. Не понимаете, чего у вас оверлок. Вдруг нормально обметывало. Потом раз и все. Где стал нормально работать? Вот такая очень хорошая. Такая вискоска, очень тоненькая. Очень хорошее качество. Ну все. Теперь остываю, а ты на тебя одеваю. Заключать? Да. Ага, вот слева у нас дырочка, как мы и планировали. Да? Вот слева дырочка. Все хорошо стоит. Плюс, и смотрю, подножки. Можно, конечно, какая была длина ставить. Вот минус те самые 10 сантиметров, которые мы с тобой добавляли. Удобнее будет, просто не так скуловое движение. Здесь даже я могу ничего не наказывать. Хорошо держится. День. Здесь ровно 10. День. Давай сделаем 9. Все, снимаем. Все, мы сложили юбку боковую к боковому. Увидели с тобой, что у нас, ты говоришь, не на 10, а на 9. Опускай. Значит, мы вот так вот с тобой намечаем. Здесь 9 сантиметров. И здесь 9 сантиметров. Баланс вроде бы у нас был одинаковый. Ага, так, значит, вот тут 9. А здесь теперь от вот этих линий, вот так вот, под прямым углом, от вот этого сгиба намечаем вот так вот прямые углы. Почему им напрямую? А мы сейчас будем выводить плавную линию к боковому, потому что здесь должны быть минимум 2-3 сантиметра прямая линия, чтобы не смотрелась потом линия вот такая или вот такая. Нам нужно прямая, чтобы она была. Когда юбка зауженная, здесь не будет прямая линия по низу. Она будет плавно вогнутая. Может, секундочку. И вот тут еще, не толстая линия, а такая тоненькая, возьми, поточи. А вот так вот, видишь, вот. Мы с тобой вот так намечаем. И здесь. Потому что вот эти линейки, они, конечно, супер узкие. Если что, ВКонтакте, в группе, они висят как товар. Так, и теперь что нам нужно сделать? Мне надо, чтобы ты на 2 сантиметра вверх и вниз вот так вот наметила линии. Вот такие вот. Или я сейчас тебе их помогу наметить. А вверх зачем? Сейчас легче будет тебе на распоршивалке строчить. Пусть я покажу, зачем. Там нужна какая-то линия, относительно которой нам нужно смотреть. Ну, опять же, вот здесь вот так вот. То есть мы по этой загибаем. Подгибаем, а вот по нижней мы с тобой режем. Вот тут. Так. Тебе только останется сейчас обрезать. И со второй стороны на 4 сантиметра, ну, на 2-4 сантиметра вот так вот переместить. Останье я тебе намечу. Просто так. Так, только тоненьким мылком делайте старайтесь. Все то же самое, дубль 2, да? Тогда, когда вы одеваете, она будет смотреться ровная юбка. А если вы вот будете поровной обрезать, она у вас будет такое впечатление, как будто углами по боковому идти. Да. Не будет, как будто бы углиться. Ну, аж хорошо он выкладывает. Чего я тоже. Прямой из костюмного ассортимента юбки все то же самое будем делать. Только там еще есть маленькие хитрости по поводу припуска внизу. Крикотаж, он все простит. А костюмно-платильный ассортимент ничего не прощает. Если вы что-то не знаете, то это не знание, не освобождает. Это закон обработки. Да, вот сейчас вот этой нижней обрезаешь, хорошо? Хорошо, раз нажми. И намечаешь вот на 2 сантиметра и на 4 сантиметра с другой стороны линии, хорошо? Включаю. Как обычно, все берем вот так вот и протягиваем нашу распошивалку. Эти новые машинки, Жаномовские, особенно, очень любят нитки Дортак. Очень не любят все остальные, в том числе и Диаловские. Ну, бывает и Диаловская хорошая, а бывает нет. Потому что чаще всего у нас их просто подделку чаще всего продают. А вот здесь, смотри, видишь, она вот тут плохо может проходить. Здесь вот так вот помогаем ей, да, протягиваем, помогаем. Оп, оп, оп. Вот тут это убираем. Закрываем, пропускаем и пинцетиком берем и вправляем в наши уголочки, ниточки. Добавите в скайпе, я вам вышлю это видео. Будет у вас. Сразу будете после уроков смотреть, что у вас там есть. Оп. А пинцетик в наборе прилагается? Конечно, обязательно. Оп. И сейчас начинаем строчить по нашей же ткани. Не по какой-то там, а по нашей же, чтобы понять, от чего да как. То есть степень растяжения, нужную нам, чтобы ничего не затягивало, проверить вообще строчку. Поднимаем, опускаем, нажимаем на педаль и поехали. Поднимаем, ну, убираем эти нитки. Вот строчка хороша. И здесь переплетение тоже. Вот это распрашивальный шов. И вот он, смотри, какой растяжимый. Хороший растяжимый. Видишь, когда сильно будет натягиваться, они будут вот так западать. Вот эти вот. Ну, в таком месте надо расправляем. Видишь? Потому что любую ткань, которую вы начинаете... Ну, тут можно, конечно, еще послабее, но я не вижу смысла здесь послабее делать. Хорошо? И что мы делаем? Вот так поднимаем. Здесь надо, смотри, снять... Нет, тут не будет холостого. Здесь надо снять с петелек вот там. Там, знаешь, какие как крючки. И вам нужно вот такое вот движение сделать, а потом вот так тянуть. Ну, аккуратно, держа вот за вот это место, чтобы не распустилось. И здесь две ниточки, они там как петелечкой за... Видишь, вот эти две лишние вы убираете, и у вас остается опять ровно три. Ну, вот и сейчас начнем твою юбочку подшивать. Мы с тобой... Вот помнишь, я говорила, убираем вот там с этих вот... Маленьких. Тянула, тянула, не затянула. Сильнее надо не бояться. Здесь страшно, кажется, что ты сейчас все... Там что-то произойдет нехорошее. Так, ну вот мы порастрочили. Да, вот смотри. Только там еще? Смотри, насколько ты можешь шаг делать. Покажи выше. Это вот твой низ. Я совсем выше не могу пробовать. Ага. Ну, короче, вот. Видишь, была такая? Вот она. Видишь? Это благодаря распоршивалке вот такое вот дает. Или вручную подшивка, если у вас нет распоршивалки, смотрите на ютубе, там есть более раннее видео. Подшивка вручную с напуском для трикотажа. В общем, смотрите, там тоже. Тоже хороший, совершенно классный шоу, вот как у меня вот здесь. Вот он, видите? Вот у меня тут нету распоршивалки на моей трикотажной вручке. Ну, вот этой платье. Потому что я не всегда люблю распоршивалку на самом деле. Вот видишь, как она с напуском. Вот она. Видишь мои вот эти волокна с напуском? Не могу сама сделать. Вот они, видишь? На одинаковом расстоянии с напуском. И ничего же не видно. А я уже его второй год ношу. И ничего не случилось. Я просто, ну, как по-моему мнению, иногда распоршивалка загоняет внешний вид платья в спортивный стиль. Я просто не всегда спортивный стиль люблю. Вот все. Это мое личное. Так, значит, что мы делаем дальше? Мы с тобой ставим по вот эту вот линию, которая уже пытается обтруситься. Но начинаем распоршивальный шов не с бокового шва, а вот где-то вот тут. И мы ставим ее. Сейчас я тебе покажу. Вот эта вот линия, либо посередине, видишь, между вот этими двумя иголками, там третья вот такая лунка идет. Либо вот так. Вот, видишь? Вот эта линия идет вот тут ровно посерединке. Либо мы ее ставим вот так. Так, мало ли чего, то вдруг она может где-то тут на боковых как-то скоситься, что-то произойти. То есть в итоге, смотри, вот здесь она посередине, белая линия, а здесь она вот тут между первыми двумя. Вот этими дужками. Поняла? Сейчас ты, когда будешь строчить, ты присмотришься. Потому что там сбоку так особо не видно, я поэтому и проговариваю. Потому что мы, когда обметываем, у нас строчка вот из изнанки должна вот здесь пройти. Вот верхняя вверху, а нижняя вот тут внизу. И этот весь припуск должен быть внутри. Давай мы так и попробуем сделать. Не спешим. Здесь может быть иногда забиваться вот в эту дырку. Ну вот, не знаю, как еще иначе. Она же рикотаж очень тонкий или нет? Нет, она бывает такое у нее. Так, и идем вот так не спеша. Смотри, видишь, она начинает растягивать боковой. Подняла, расслабила, опустила. Она бывает тоже, как и оверлок, плохо может заезжать на вот эти вот уплотнения. Это ж не производственная машинка, это же все-таки бытовая. Так, производственным все равно, что вы там с ними будете делать. Они готовы на большие толстые ткани и все остальное. Ну вот, и вот так вот. Это видишь? Сейчас это приподнимем. Так вот. И дальше поедем. Видишь, вот она вот это вот делает. Мы должны поднять. И вот тут она просто каким-то образом, я не знаю, что там с производителем делать, зачем они сделали вот эту рытвинку. Она вот тут иногда, вот сюда и вот сюда почему-то как-то как зажевывает. Я уже сколько тканей делала частенько. Вы просто расправляете и все. И я сейчас смотрю, что вот эта линия идет ровно между двумя вот этими вот палочками. Ничего не растягиваем, просто плавненько едем, аккуратненько. Может быть, так расправляем, но не натягиваем. И вот так по кругу, по кругу наслаждаемся по полной процесса. Просто по полной. Да, и смотрим, что у нас здесь. Видишь, вот тут. Ну, это допустимо, но лучше, чтобы, значит, так была наметана. Не совсем, да. Вот она должна быть как вот здесь, видишь, идеально встык. Вот, припуск идеально встык. Хорошо? Потому что если бы я вот эту бы линию сейчас сместила по серединке, как я тебе изначально показывала, а не между двумя вот этими дужками, она могла бы больше зайти или меньше зайти. Да, в зависимости там от наметки. Она могла бы вот тут по краю пойти. А нам надо обязательно ее прострочить, завернуть. Поняла? Вот я туда смотрю. Я тебе вот оставляю. Вот уголки. Всегда на себя колесо. Хорошо? Если что. Смотри, эти можно нитки оставлять, а можно их сразу же срезать. Но я никогда их не срезаю. Я лучше их потом заправлю. Потому что я сейчас постараюсь либо вплотную прийти, либо перейти идеально по этим же строчкам. Так. Мы сейчас продолжаем с тобой. И вот смотри. Вот этими вот направителями, ну вот этими как палочками, ты как раз идешь по вот этим двум строчкам. По идее мы должны войти хорошо. Прямо вот в них. И тут не спешишь, а аккуратно пытаешься. О, идеально зашли, походу. А представляешь, вот это вот делать тогда, когда ты вот с этого места начинаешь. С бокового. Это вообще практически нереально. Ну, чуть-чуть. Мы перешли, вот предостаточно. Вот берем, поднимаем лапку. Вот так вот. Снимаем их там. Посильнее просто движение должно быть. Не беспокойтесь, что это может порвать. Вот, видишь, как оно. Видишь, вот. Только вот тут чуть-чуть стало сбиваться. Сейчас мы это подпорим. А так вот смотри. Вот с этого момента идеально получилось на строчку зайти. И теперь лучше аккуратненько перетянуть вот эти вот ниточки сюда. заправить их и завязать, и вправить под тканями. Вот это вот только я хочу тебе объяснить. Тупой стороной иголки лучше делать вот так. Ну, чтобы оно вот вообще идеально. Там все было. Ну, вот строчка в строчку. Там вообще не видно тогда ни начала, ни конца. Все очень красиво. Поскортили. Еще последний стежок. Вот. А переправлять... Вот эти они будут убегать, эти нитки. А переправлять вот так. Просто иголкой вот так вправляешь вот сюда и перетягиваешь. Это не машинная строчка, где ты можешь взять, потянуть. Ты можешь потянуть и распороть половину. Не надо. С тобой вот так. Оп. Да? Оп. И вот эти вот две ниточки осталось по разным сторонам. И вправить, чтобы точно все вот... Ну, это предыдущие на самом деле. Поскольку мы уже перешли. Мы можем даже их и обрезать, чтобы не париться с ним. Не-не-не, заправим. Заправим, значит заправляем. Хорошо. Давай, заправляй. Аль, покрутись, пожалуйста. Вот наша шикарная платьичко с басочкой. Вон какая красотища. Спасибо.